Так, ну что, давайте, наверное, начинать наш круглый стол. Есть ли жизнь после сеньора? То есть давайте вначале, как оно будет происходить. Ну, я задаю какую-то тему. Мои коллеги как-то обсуждают, вы потом набрасываете. Окей? Друзья, про что вообще круглый стол, какая его цель? Про то, куда может разработчик, технический специалист развиваться, кроме как в менеджмент. Ну, потому что классические пути развития тут я взял, стал сеньором, а после сеньора куда идти непонятно. Поэтому пойду-ка я в тим лиды и потом в руководители. Мы попробуем поговорить о том, куда можно расти так, чтобы людьми не руководить. Но для начала я предлагаю всем представиться и вот передаю по кругу микрофон. Сейчас я сам представлюсь. Меня зовут Лев Орехов, я сетев путешествий, Яндекс.Путешествий. Спасибо. Меня зовут Женя, я руководитель разработки в Positive Technologies. Денис, архитектор в Тинькофф. Андрей, я руководитель разработки новых бизнес-линий в Тачке. Как минимум один участник нашего круглого стола показывает, что в принципе, куда-то расти можно. Ну и давайте, наверное, начнем с чего? С такого открытого вопроса. А куда вообще правда расти? Вот я стал сеньором. Кто такой сеньор? Можно было сегодня послушать на Backend 3.2, там прям был доклад, кто такой сеньор. И вот я дорос до сеньора. И куда дальше? Так, ну давайте начнем. Вообще ситуация напоминает такой, как сказку про богатыря. Вот он едет, едет, и перед ним потом этот камень такой дорожный. Там написано, лево пойдешь, направо пойдешь. Вот у нас сегодня тоже такая ситуация, когда вот сеньор подъезжает к этому камню. И там у него написано, налево пойдешь, там менеджером станешь, там направо пойдешь, какими-нибудь архитектором станешь, а прямо пойдешь, например, каким-нибудь не просто сеньор, а там став инженером станешь. Ну давайте немножко так обсудим какие-то варианты. Мы договорились, чтобы там про менеджмент. Не говорим это сегодня за рамками нашего внимания. Вот я могу рассказать про вот эти два других трека. Это конкретно архитектура и став инженер. Вот. Ну если там однажды сеньор проснул, как разработчик проснулся и понял, что он сеньор, что нужно сделать? Разработчик, когда заканчивает задачу, что он делает, отдает ее в тестирование. А когда вот разработчик понял, что он сеньор, вот на самом деле это тоже хорошо бы протестировать. Вот. И там, например, такие, ну как адекватные HR, они даже рекомендуют, например, раз в полгода-год ходить на собеседование для того, чтобы понять, а ты там не выпал ли из тренда, не только ли твоя компания, в которой ты работаешь 10 лет, а и другие команды готовы признать тебя сеньором. То есть это на самом деле вот такая вот какая-то тестирование своих скиллов там с какими-то коллегами. Вот это то, что можно, даже нужно время от времени делать, то есть валидировать, а я сеньор или я там уже занимаюсь чем-то тем, что и там никому, кроме меня там какой-то текущей компании не нужно. Вот. И дальше, например, если спросить там у сеньоров, ну и дальше, собственно, развивать эту сеньорность. То есть если спросить у сеньоров, кто там использует Postgres, ну думаю, ну рук будет много. А кто читал хотя бы одну книжку по Postgres? Думаю, их будет ощутимо меньше. И то же самое спросить, а кто читал книжку, кто использует на практике чистую архитектуру, которую там Дядя Боб разработал, ну такая трендовая сейчас тоже штука. А я хотел спросить, а кто вот читал книжку Дяди Боба? Ну я тоже думаю, что рук будет ощутимо меньше, чем тех, кто это на практике использует. Поэтому вот даже если там разработчик уже сеньор, все равно есть очень много тех вещей, которые, ну там, можно продолжать, в которые можно погружаться, оставаясь там сеньором, а там не там менеджером, там каким-нибудь руководителем отдела, либо архитектором. Вот. Ну и точно так же учить матчасть. То есть не только Postgres, а там, например, Монгу, а какие-то другие хранилища, там, Кликхаус, какой-нибудь там, Коу-Кройч, распределенные отказоустойчивые системы, там, книжка с кабанчиком. Вот. И уже исходя из вот этого направления, можно будет понять, что ближе. То есть либо архитектура, например, там, распределенные отказоустойчивые системы, либо это уже такие стафф-инженеры, которые глубже погружаются в какую-то техническую часть. Таких людей, ну их, наверное, не очень много, но в сообществе они есть. Вот. И, например, у нас сейчас в Тинькофф идет тренд на сближение вот этих двух треков. Это стафф-инженер и архитектор. То есть чтобы, вот, например, там, сеньор, а после него была там следующая ступенька, это не архитектор, а это был вот такой вот стафф-инженер. То есть с одной стороны это человек, который умеет в архитектуру, который умеет разрабатывать распределенные отказоустойчивые системы, а с другой стороны это человек, который может не просто там нарисовать квадратики, соединить их стрелочками, а который может вот это вот нарисованное реализовать на практике. То есть, собственно, вот мне такой подход нравится. Вот. И, скажем так, я стараюсь в том числе по нему идти. Вот это там мой опыт, мое видение. Вот. Вот что там может быть там после сеньора. Коллеги? Вот я, наверное, продолжу с этой аналогией, с тремя направлениями. Да, там еще самое-то прикольное, что ты когда выбираешь, не факт, что ты в одном из них, в любом из них дойдешь. Ну, то есть как бы тут никакой гарантии. И когда ты выбираешь, когда ты говоришь себе, я не знаю, я буду став инженером крутым, я буду крутым архитектором, ну, стоит задуматься, а зачем? Потому что на самом деле вот эта вся гонка за ачивками, за сеньористостью, она на самом деле достаточно сильно пробита на… Я называю это достигаторство. То есть когда тебе вот этот шильдик, он нужен не для того, чтобы сделать крутую распределенную систему, отказоустойчивую или еще что-то, а для того, чтобы где-то выпендриться, там, я сеньор. То есть это, ну, я к чему веду? К тому, что мы сейчас находимся в тех условиях, где у нас физически присутствует потребность, чтобы нас померили. Ну, то есть ты сам идешь и просишь, а померьте меня, пожалуйста, линейкой. Типа, а я соответствую общему, там, общим ожиданиям от того, что должен делать сеньор. А я бы на самом деле посмотрел на это с точки зрения, а должен ли я этому соответствовать. И это касается не только архитектора, это касается не только технаря, но и менеджера. Есть очень много вещей, которые нас толкают к тому, чтобы идти получать. То есть они толкают нас на самом деле не читать книжки, не понимать чистую архитектуру. Они толкают нас сдать, отсобеседоваться, получить, возможно, монеты, возможно, признание, или что бы это ни было. Но кажется, что это не та мотивация. У меня тогда тут сразу же к тебе вопрос. Да, хорошо, есть, наверное, составляющая достигательства, но даже если я не хочу собеседовать в другие компании, даже если мне не интересен шильдик какой-то классный, я хочу больше зарплаты, как техспециалист. И я не хочу вот этими чуваками отолить. На самом деле же есть еще прикольное ожидание от человека на позиции сеньора. То есть я не хочу знать, насколько круто ты строишь отказоустойчивые системы, но я хочу знать, сколько ребят вокруг тебя научились этому. И это уже то, к чему стоит стремиться, это следующий уровень. Да, классно, ты прочитал книжку Боба. Да, классно, ты можешь в одну каску спроектировать такую систему. Насколько твоя команда вокруг тебя может сделать то же самое. Вот это объективное мерило. И об этом можно говорить, и для этого не нужна история с тем, чтобы тебя признали сеньором. И тут уже, ну, как бы, по крайней мере, если мы говорим внутри, там, у работодателя в одной команде, ну, это честный и открытый разговор про деньги. И еще и справедливый. Потому что, на самом деле, ну, вот мы с тобой спорили уже на эту тему, да, индивидуальный контрибьютор, то есть Rockstar, да, вот такой вот, который у нас получается, вот этот терминатор. А на самом деле команде приносит немного пользы. Гораздо больше пользы он принесет команде, когда подтянет ее к себе, когда команда выровняется, то есть по тем же, там, хардскиллам, да, где-то, возможно, и по софтовым, потому что придется, когда ты проектируешь, ты очень много времени проводишь, общаясь с другими людьми. Вот это настоящая польза, потому что сильная команда с сильными горизонтальными связями, которая учится друг у друга, она достигает большего, ну, кратно, в долгу это выгодно. Поэтому если бы я, например, работал с человеком, который претендует на позицию сеньора, или там уже где-то как-то с рынка пришел и, ну, признанный, да, я бы, наверное, формировал ожидания таким образом. Ну, я бы тут сказал так. Безусловно, то, что ты описал, это одна из возможностей, как вырасти. Ну, на самом деле, там вот есть вот эта классификация всех этих инженеров, там, сеньор, став, там, прочее. Вот Денис ставит став и архитект как два разных пути, я вот другую таксономию, там, знаю, что архитект – это один из подвидов става, но при этом став может заниматься и тем, что ты сказал. Вот. Ну, вообще, да, нет никакой, ну, в смысле, это коррелирует, да, вполне. Да. Окей. Итого, то есть мы на этом этапе поняли, что можно качаться в архитекта, мы можем качаться в какого-то убер-разработчика, который что-то среднее между архитектом и сеньором, и в человека, который, на самом деле, прокачивает команду, выступает как медиатор, как ментор, и вот это все. Господа. А вот эта штука, что я крутой там сеньор, я должен вырастить команду вокруг себя, это уже не руководительский скилл? Не обязательно. Ну, то есть, тут там не было ни одного слова про управлять, про вот это все, про руководить, про направлять, научить. Ментор, скорее. Там разные великие учителя говорят, что нельзя научить, можно научиться. Соответственно, тот, кто мнит себя преподавателем, ну, как-то ментором, что ли, он должен воодушевить, что ли, потому что просто передавать знания в человека, который не готов их принимать, это такая бесполезная задача. А вот воодушевить – это один из скиллов руководителя, на мой взгляд. А там на самом деле же все очень погранично и достаточно размыто в этих… Вот именно в этой области, когда вот уже мы зашагиваем за стафа инженера, за архитектора туда, там действительно начинают стираться эти границы. Где-то в каких-то местах, да, приходится и этому учиться. Тут опять же вопрос, что хочется. Там рука. Приветствую. А такой вопрос, а как живется нескольким архитекторам в одной компании, если у них разные мнения? И что делать сеньору, если место архитектора уже занято? Это такой вот первый наброс на вентилятор. И второй – это направление развиваться как предприниматель. То есть продавать свое время не за заработную плату, а за какой-то результат, за какой-то процент в бизнесе, там, не знаю, за акции. Ну, по поводу архитекторов. На самом деле, вот как показывает опыт, например, там, моего общения с какими-то разработчиками, и внутри компании, те, которые собеседование проходят, например, вот эта систем дизайн секция, обычно ее проходят очень слабо. То есть этот вот, если скилл программирования, там, прохождение какого-нибудь там интервью, там, на Java, C-Sharp, какого-то там еще программиста, с этим более-менее там нормально, то вот эту вот секцию, дизайн секцию, ее проходят ощутимо хуже. То есть те, кто там претендует, например, может быть, там пройти интервью на вот там сеньор разработчика, а он вполне может пройти там на джуниор архитектора, вот эту секцию. Вот, поэтому вот этих вот скиллов, вот я говорю там, да, то, что я вижу в своей компании, вот этих архитекторских скиллов, их прям не хватает. И ситуация, что вот просто, ну как, нету места для того, чтобы архитектора вырасти, но вот у нас в компании ее нет. То есть это, знаете, как в армии есть три командира роты и один командир там полка, ну или там не полка, а что там дальше. Вот, или там три командира отделения и один командир роты. И вот по штатному расписанию положено только одно место руководителя, ну как командира роты. Но вот в IT-компаниях такого, как правило, нету. И когда там человек там получает, может подтвердить свои архитекторские скиллы, у него обычно нет проблем с тем, чтобы занять архитекторскую позицию. Другое дело, что да, у нас сейчас тренд в обратную сторону, чтобы действительно больше как-то разработчиков, их тоже учить архитектуре, и чтобы они могли быть вот такими вот более универсальными, что не чистый архитектор, а вот разработчик, прокачавший архитекторские скиллы. Так это первый вопрос, типа не будет ли проблемы с тем, чтобы там вырасти в архитектора, а второй, что еще было? А, предпринимательство. Ну, вот как менеджмент, так и предпринимательство, сильно отдельный скилл, вот зависит, а кто вот, тут у нас люди сидят, кто хочет быть предпринимателем? То есть вы хотите этот геморрой с тем, чтобы, а как мне выплатить сотрудникам зарплату, а вдруг у меня завтра полкоманды в другую компанию идет? Не обязательно быть предпринимателем, который деньги платит. Есть внутреннее предпринимательство, старт каких-то проектов внутри своей же материнской компании. Это тоже предпринимательство, это тоже тот же бизнес, только немножко сбоку. А зарплату платит компания? Ну, так бывает, но редко. Обычно разработчик внутри своей компании, ну вот, если он смог стартануть какой-то проект, ну это бывает, но большинство разработчиков на это слабо могут повлиять. Если к первому вопросу вернуться, вот предположим, у вас в компании есть два системных архитектора, вы же продукты свои для прода делаете, и у них два диаметрально противоположных мнения, как дальше идти, каким путем должна идти компания. Вот как находится компромисс? Один говорит, допустим, топит за одно, а другой за другое. Есть архкомитет, то есть все какие-то предложения, они рассматривают с этим архкомитетом. Более того, когда там стартует какой-то большой проект, вот, например, у нас сейчас запускается там селлер, это такой агрегатор этих маркетплейсов. Вот какие-то такие вот серьезные вещи, они в обязательном порядке проходят через архкомитет. Ну и такой ситуации, когда там два человека хотят сделать, ну вот прям, что-то принципиально разное, ну вот подходы выравнивают с этим комитетом. А можно встречный вопрос? Ну вот типа про архитекторов. У меня просто в голове такая история сейчас, типа, а как ты стал СТО, а старый на пенсию ушел или там, не знаю, умер. Ну то есть это, ну как бы, выглядит вообще достаточно глупо. То есть если мы говорим про навык, да, то никакая квота, никакое место, никакая должность, ну как бы его не может заменить. Ну если ты знаешь, ты знаешь. Если ты можешь сделать, ты сделаешь. Если ты сделаешь, ты заработаешь. Ну типа если вопрос в деньгах, например, да. А если это как бы получить опять же шильдик, ну зачем, кому он нужен? Не про это? А, ну имеется в виду, как разруливать все-таки, да, как дадут, не дадут. Хочется верить. Хочется верить, что мы научились уже к сегодняшнему дню, да, в компаниях, работая с людьми, да, потому что ты строишь все равно. Но то без чего не существует компания. Мы научились понимать уровень навыка, например, да, или то, что можно, допустим, доверить человеку, или давать ему ту ответственность, которую он готов взять. Не обязательно давать должность в штатном расписании, чтобы позволить человеку взять ответственность, за что-то более серьезное, ну как бы раскрыться. А дальше уже по месту вопрос решать. Ну то есть это все равно же вопрос про старт. Ну вот. А про двух архитекторов, ну тоже на самом деле та же история, как про то, есть ли место, ну нож оставили, кто вышел, тот и прав. Но тут нет варианта не договориться. Мы делаем продукт, который делает для нашей компании, ну то есть который создает нашу компанию, которым будут пользоваться люди. Если на позиции архитектора достаточно вменяемые люди, а хочется верить, что мы способны таких нанять, то они всегда договорятся. Это одна из тех обязанностей, наверное, которые в этой роли присутствуют. Я не могу себе представить ситуацию, когда они договорятся. Я могу себе представить ситуацию, когда они поругаются, когда они тоннами переписки друг друга завалят, там будут обсуждать часами эти решения, но в конце концов они должны договориться, иначе они не на своем месте. Да, можно я накину тоже по поводу того, что вы сказали. Значит, ну, во-первых, я хочу накинуть, что архитектор и вообще сеньор, это для большинства вообще команд, это оверхвалифайт. Задач таких нету просто, сеньорных задач их просто нет. Поэтому говорить о том, откуда они будут браться, эти сеньоры, если задач их нет. Это, ну, такой достаточно очень сложный вопрос. А это очень крутой тейк вообще. Ну, можно, да? Да, конечно. То есть, опять же, вот эта вот система с грейдами, с тем, что ты должен подтвердить, расти, учи вот это, учи то, она на самом деле подстегивает людей, первое, приобретать ненужные навыки. Она растит людей, для которых в компании нет задач, а потом они уходят. Ну, как бы, и зачем нам это? Вот, еще я в догонку, да, отмечу, у нас как-то в университете нарисовали матрицу, чтобы освоить какой-то навык, нужна, значит, матрица теория, практика, между ними умножение, да, 0,1, вот это, значит, таблица истинности. И только тогда, когда у вас есть практика, когда вы знаете теорию, да, потому что теория без практики – это общая эрудиция, это для поля чудес. Мы можем сходить на условное собеседование, да, и поразить там точку, поразить теньков, поразить там позитив технологии с своими данными. Вот только потом компании схватятся и поймут, что человек поразил их на собеседовании, но сделать-то он ничего не может. Вот, и еще одно я хочу отметить, что по поводу обучения, да, вот, Юра, да, если я не ошибаюсь, Андрей, извиняюсь, вот, значит, вы сказали, что сеньор обучает, да, как вариант обучать команду, встроить вокруг себя команду. Я вообще сам сеньор. Давайте начнем с этого. Это я сеньор, у меня 15 лет опыта. Вот, к сожалению, с обучением у меня такая история, что люди, которых я обучаю, как правило, студенты, да, которые приходят, да, потому что на студентов делается ставка, на молодежь делается ставка, и как только я их обучаю каким-то азам, они бегут на собеседование и уходят в компанию, которая им дает больше денег. Вот такая история еще про обучение. Спасибо. Ты плавал не учить. А тогда прот падает. Тогда прот падает. Ну, на самом деле, смотри, сейчас я, ну, уточнение действительно нужно, потому что меня, на самом деле, корректно поправили. Обучение — это, ну, наверное, не самоцель. А самоцель тут, короче, должна быть как будто бы парная работа. И вот здесь как раз хороший менеджер, если он там есть, должен создать вот эту, ну, типа, атмосферу, где обучение происходит нативно, где вот эти горизонтальные связи, которые создаются в команде, они позволяют перенимать опыт, позволяют получать его там через, ну, какие-то прикладные вещи. То есть если хороший менеджер следит за тем, из кого состоит команда, какие навыки нужны в команде, да, там элементарно тот же Storm Map, да, нарисовать, посмотреть, какой продукт мы делаем, что нам будет нужно, какой стек, куда, то вот это грамотное сочетание, оно на самом деле создает возможность для, ну, постоянного обучения. Опять же, там, если команда, ну, то есть нельзя утилизировать команду, ну, всегда должно оставаться пространство, там, какой-то процент времени, где люди просто между собой контактируют. Этого уже на самом деле достаточно для роста. А дальше начинается история, мы работаем с сообществами, да, и если мы говорим, что сеньор оверквалифайт, есть сообщество, где этот человек может применить свой как раз оверквалифайт, свою архитектурную историю для создания чего-то на благо большего количества людей, и он влияет уже на компанию в масштабе не команда из восьми человек стартапа, да, а там сотня или десяток, там, ближайший, да, из этого сообщества. Да, продолжение от предыдущей темы. Вот в большинстве компаний, особенно на младших грейдах, есть формализация. Типа, джун должен уметь делать то, там, мидл уже чуть побольше, про сеньора тоже можно формализовать, а чем выше к архитектуру, вообще непонятно. Нет никакой формализации, непонятно, как этого достичь, непонятно, кто подходит, кто не подходит. То есть вот в одной компании могу сказать, что вот это архитектор, а в другой компании вообще за другие скиллы говорят архитектор, и это на самом деле проблема. Если ты стал архитектором в одной компании, не факт, что ты в другой будешь архитектором. Если вот мы говорим, что вот этот камень, да, где там развилочка, выбирать архитектора, это не факт, что ты будешь архитектором до конца всей жизни. Вторая часть это про то, что архитектор — это на самом деле боль для компании. Он ведь уничтожает за собой работу, которая как раз сеньорская какая-то, и создает работу как раз для джунов. Ну то есть, во-первых, ему некуда уйти, потому что он приковывается к одной компании. Во-вторых, он лишает компанию сеньорских мест новых. То есть он тормозит немножко за собой компанию. Не кажется ли вам что-нибудь такое? А может быть он не на своем месте? Точно ли это архитектор? Есть что сказать. Про архитектуру. Опять же, то, что я буду говорить, это моя картина мира. Она совпадает с тем, что я видел в Тинькофф. Коллега очень хорошо заметил, кто такой архитектор, в разных компаниях называют по-разному. Есть три уровня архитектуры. Software Architecture, Solution Architecture и Enterprise Architecture. А Software Architecture — это про то, как сделать отдельно взятый сервис. Это как раз чистая архитектура, луковая архитектура, модульный монолит. То есть это про то, как сделать отдельно взятый сервис, один процесс. Вот этот навык, нет выделенных вот таких софтвер архитекторов, я их никогда не видел. Вот это на самом деле то, что требуется от сеньоров. То есть от них не требуется, например, сделать целиком, задизайнить всю систему, но им дают в зону ответственности, может быть, один, может быть, больше каких-то сервисов. И вот сделать их хорошо — вот это уже их ответственность. Идем дальше. Вот здесь уже начинается архитектор. То есть Solution Architecture. То есть это, если говорить про C4 диаграмму, это уровень C2. То есть это процессы, из которых состоит система. Вот здесь выбирать стек технологий на самом деле не обязательно, потому что, ну, там, как правило, одну и ту же систему написать можно на чем угодно. Здесь важны хранилища данных, используемые, там, что использовать. Вон там сегодня коллеги из Авито рассказывали, они там с Postgres на CockroachDB переходили. Вот, очень интересная история. Вот, то же самое нужно знать какие-то брокеры, ну, там, собственно, Rabbit, Kafka, их возможности, их ограничения. Вот, вот это нужно для архитектора. То есть из вот этих вот кубиков, то есть какие-нибудь там фронтенды, бэкенды, хранилища, очереди, там, какие-нибудь S3, то есть какие-то файловые хранилища. Вот, из этого собрать систему для, ну, которая будет удовлетворять каким-то вот там параметрам, потребностям. Вот, это то, что называется solution-архитектура. Ну, скажем так, там, и то, что там лично я называю, и то, что вот у нас в компании считается solution-архитектором. Есть еще enterprise-архитекторы, но здесь уже все сложно. Я, например, там, живого и там эффективно работающего enterprise-архитектора никогда не видел. Вот, можно считать это некоторым таким уровнем, ну, либо CTO в не очень большой компании, таком технического директора. Можно считать это, если там какая-то большая компания, например, технический директор по какому-то направлению. Вот, в принципе, это тоже можно так представить себе некоторым вот таким enterprise-архитектором. Вот в Тинькофф таких людей нет. Вот у нас есть, вот архитектор, это имеется в виду. Solution-архитектор, тот, кто делает распределенные отказоустойчивые системы. А enterprise-архитекторов у нас нет. Ну, вот это такой, еще, если у нас есть некоторое общее понимание, что такое solution-архитектор, то вот что такое enterprise-архитектор, но это как зверь еще более экзотический, вот, и по нему там некоторое вот такое вот внятное, какое-то понятное объяснение, описание, но вот у нас его нет. Денис, у меня есть вопрос. Должен ли solution-архитектор писать код? Да, прекрасный вопрос. Вот мне очень нравится вот эта история со staff-инженером. То есть, когда вот этот staff-инженер, он умеет в архитектуру, и он же умеет и писать код. То есть, он может что-то там спроектировать, и там какую-то там часть этой системы, там принимать участие в реализации, то им что-то в ревьюить. То есть, вот он не уходит вот в рисование кубиков там на 100%. Коллеги, два таких, ну, наброса, риторических вопроса. Первый вопрос. Вот глобально компаниям на самом деле сеньоры и архитекторы не нужны. Им нужны много медлов таких хороших. И чтобы эти медлы сидели, работали, особо не дергались. Потому что сеньоры, они капризные, они могут уйти, там еще что-то с ними может случиться. И поэтому они создают максимальное количество каких-то таких сложностей для роста внутри компании. И не кажется ли вам, что единственный способ как-то себя повысить, это вот пройти собеседование и поменять компанию? Это такое вот первое рассуждение. А второе рассуждение, что вы думаете по поводу золотого парашюта? То есть просто перестать что-то делать и сделать так, чтобы компания тебе платила за то, чтобы ты конкурентом не ушел. Спасибо. На самом деле очень интересное замечание о том, что много сеньоров не нужно, потому что основную работу делают медла. Вот у меня есть такой интересный вопрос. А как вообще становятся сеньорами? Вот с джуна до медла, как бы это понятен сценарий. А вот как люди становятся сеньорами? Вот мы сейчас разговариваем о том, что как вырасти выше сеньора. Да, есть ли жизнь после сеньора, а есть ли жизнь после медла? На самом деле очень интересный вопрос. То есть как стать сеньора и надо ли им становиться? Это риторический вопрос. Вообще я тут хотел бы добавить. Мне кажется, что если в компании есть много медлов, и часть из них потом превращается в сеньоров, значит компании-то эти сеньоры все-таки зачем-то нужны. Иначе она бы как-то так вот перестроила свой чат-процесс, чтобы сеньоры не появлялись. Это же несложно. Лев, а может быть это просто потребность людей расти и развиваться дальше? Изучать новые знания, открывать новые горизонты? Но если компании-то это невыгодно, ты берешь и… А почему невыгодно? Ну то есть если бы это не… Это абсолютно правильная точка зрения. Если бы это было невыгодно, этого бы не делали. И более того, ну то есть есть же вполне себе, как это назвать, экологичный, нативный путь. То есть, например, если человек хочет уйти туда, где ему, может быть, платят больше, может быть, есть задачи под него, пусть идет. Ну то есть с какого перепугу я должен мешать человеку развиваться? Если я не могу ему предложить то же самое, если я не конкурентен, это моя проблема, не человека. Это единственный, наверное, ответ от меня. У меня вот такой вопрос. Какие должны быть потребности у компании, чтобы сеньор вырос в технических характеристиках, а не ушел в административный менеджмент? Ну это должна быть большая компания, которая делает какие-то сложные с точки зрения бизнес-логики, либо с точки зрения каких-то там объемов данных, там объемов пользователей, задачи. Вот. То есть, ну вот, не во всех компаниях они есть, но вот в том, знаете, как мне понравилась такая модель какого-то успеха, она называется торт, то есть у человека должен быть талант, у него должно быть желание расти, и должна быть, и организация должна быть такая, которая позволит ему вырасти. То есть, ну вот, это должна быть большая компания, которая делает, ну, какие-то, наверное, продукты. Вот. Я работал в компании, вот, как коллега говорю, что там нужны медлы. Я работал в такой компании, ну, которые делают там для американцев какие-то стартапы. Там сеньоров не надо, там нужны медлы, которые там сделают этот стартап, его там куда-то там выкатят в АВС, потом этот стартап умрет, и они будут делать следующий стартап. Ну вот, увы, в такой компании просто нет возможности стать там кем-то, например, даже сеньором. Вот. То есть нужно искать соответствующую компанию. Сейчас, можно я тут еще добавлю? Вот я на собеседованиях всегда задаю там вопрос. Приведи пример. Вот пример какой-нибудь такой задачи, которая бы реально требовала, чтобы человек был не сеньором, а круче. Или сеньором. Или архитектором тоже. Ну, для архитектора это систем дизайн. То есть проектировать, не знаю о том, Google Диск, вот конкретно мне там, я когда в Тинькофф собеседовался, я проектировал Тинькофф Диск. Вот. Это вот типичная история про систем дизайн. То есть там зависит, там можно понять, вот как человек, вообще он умеет там что-то проектировать, не умеет, умеет он-то делать с учетом какой-то нагрузки и объемов данных, либо не умеет. Ну, вот это достаточно такое показательное интервью. Слушай, а почему, ну, не знаю, почему сеньор не сможет то же самое сделать? Ну, казалось бы, ну, диск спроектировать. Postgres всунул, файловое хранилище всунул. Работает? Ну, да. Зависит от... А потом нужно это решение смасштабировать. У нас там набежало много пользователей, у нас там набежало много данных. И вот, и что делать? То есть обычно, да, какие-то хорошие разработчики, они могут сделать некоторый хэппи-пасс. То есть как реализовать систему вот в некотором виде, что она будет удовлетворять бизнес-требования. А как сделать так, чтобы она еще масштабировалась под какую-то нагрузку? Как сделать так, чтобы там, например, еще данные шардировались там, в зависимости, ну, потому что их много, в одну базу их нельзя запихать. То есть что делать в случае каких-то отказов? То есть вот такие вот кейсы, вот как раз, ну, такие дополнительные вопросы, они вот и дают понять, что человек, он там уже готов работать архитектором, ну, либо пока еще нет. Сейчас я тут еще один хотел вопрос в сторону архитектора сделать. С диском, когда ты что-то с нуля разрабатываешь, все вроде бы понятно. Но вот у нас компания разработала диск, она растет, развивается, у тебя там несколько команд работают над диском. сложная бизнес-модель. Как архитектор остается в контексте? То есть как он, как система-архитект, не превращается в Ivory Tower Architect? В кого превращается? Ivory Tower Architect. Архитектор с белой башней, когда он такой раз и сверху скидывает, как делать, а потом все переписывается внизу, и все делают, как хотят. Ну, вот здесь ему хорошо бы не только там рисовать квадратики, но и смотреть, что команда делает. То есть это вот как раз путь про электрообъединение вот этой вот дорожки, став инженером и архитектора. Не отрываться от технической части. То есть получается, чтобы стать архитектором, нужно взять сеньора и расширить его кругозор, поднять точку взгляда выше. В итоге мы имеем solution-архитектор. Именно так. Два слова хотел добавить, что когда сеньор начинает проектировать системы, получается очень дорогой велосипед. И хороший архитектор от сеньора и отличается тем, что он знает что-то уже готовое и может для бизнеса сэкономить очень много денег. То есть это вот такая добавочка. И хотел еще тоже вариант набросить. Что вы думаете по поводу дауншифтинга в другую IT-специальность и вырастания до сеньора там? Ну то есть были вы, например, бэкэнд-специалистом, ушли там либо во фронт-энд, либо в ML. Ну и вот так вот в жизни цикл у вас повторяется. Спасибо. Да, прекрасный вопрос. Кстати, по поводу каких-то кейсов. Да, действительно, у нас есть паттерны объектно-ориентированного программирования. У нас есть, ну для разработчиков, у нас там есть некоторые паттерны вот софтвер-архитектуры там чисто, типа чистой архитектуры. Точно так же для разработки распределенных отказоустойчивых систем есть паттерны. Их тоже надо знать и уметь переменять на практике. Это вот как раз путь, ступенька от сеньора к solution-архитектору. И да, действительно, второй вопрос интересный про переход в какие-то другие области. Кто-нибудь читал книжку «Программист-прагматик»? Есть люди. Шикарная книжка. Вот как раз для тех, кто думает, что мне дальше делать. Я уже сеньор, что дальше делать. Там автор предлагает просто безумное количество вариантов. Один вариант, вот мы уже сегодня обсуждали, это с тем, чтобы начать. Я уже много знаю, так можно поделиться этим опытом. Можно изучить другой язык программирования. Причем можно как раз выбрать не просто там я вот там джавист, я посмотрю, что там в дотнете происходит в T-sharp или наоборот там дотнетчик посмотрит джаву. А посмотреть, если там я разработчик на некотором языке состатической типизации, посмотреть что-нибудь динамическое. Питон. Вот. Он сейчас тоже популярен. Посмотреть что-нибудь там еще другое. Посмотреть там, может быть, фронтенд. Это не обязательно с целью там потом перейти в эту специальность, но просто вот так расширить свой горизонт. Если я там 5 лет пишу на Postgres, можно посмотреть другую какую-то базу, объектную Монгу. Можно какой-нибудь это вообще более эзотическое там, Кокроич. И на самом деле вот такие переходы, они там часто будут. Например, там 10-15 лет назад там Делфи было где-нибудь на слуху, а про питон никто ничего не слышал. Сейчас ситуация изменилась. И там, ну мы с вами, большинство еще таких достаточно молодых людей, а что будет там через 10-15-20 лет, там как изменится вот этот вот IT-рынок, мы не знаем. Но поэтому там изучить какой-нибудь там питончик, еще что-нибудь такое, это может быть очень полезно. Ну или можно пойти в менеджера, а потом обратно дауншифтнуться в технические специальности. Ну да. Я еще про архитектора хотел спросить такую вещь. Ну может быть это ваш бэкграунд, просто такой подразумевается, что вот этим вот архитектором может стать бэкэндер. Но вот в разработческих специальностях много там других, как сказать, специализаций. И не знаю, если мы возьмем мобилку, например, я заслан на казачок, то какие-то системы можно построить ну и без сервера, и без бэкэнда, просто на каком-то взаимодействии самих мобильных клиентов. То есть как вот быть людям, мобильщиком, фронтендером, там не знаю, дата-сатанистом или еще что-нибудь. Ну да, действительно хороший вопрос. Для того, чтобы вот стать solution-архитектором, нужно знать, ну как те кубики, из которых складывается система. Это очереди, это хранилища, это какие-то там, ну там хранилища имею в виду, там базы данных, S-coil, no-scol, какие-то там S3, там какие-то вот блок-сториджи. Путь бэкэндера будет проще, потому что он как разработчик с этим взаимодействовал, а какой-нибудь фронтендер либо мобильщик, например, в принципе, тоже может стать. Это, ну, не запрещено, но все-таки у бэкэндера путь будет проще, потому что он с этим работал, ну как сам по себе разработчик. У нас, например, в Тинькофф есть архитекторы, ну у нас, например, очень там большие мобильные приложения. Я знаю архитекторов, которые работают, вот Android-архитектор. Там некоторые, ну там не то, что несколько людей, у нас много команд, вот я там из Тинькофф бизнес, у нас много команд, которые работают над мобильным приложением Тинькофф бизнес, и там нужен такой вот человек, который будет там как-то координировать, вот там решать какие-то там технические там баттлы, вот разрешать эти какие-то вопросы. Там нужен человек, который будет этим заниматься. Можно ли его назвать Android-архитектором? Ну да, почему бы нет. Но можно ли его назвать каким-то solution-архитектором? Ну вот, увы, уже нет, потому что это, ну, немножко другой, другие скиллы. Мобилка сама по себе, ее можно рассматривать как конгломерат и фронт-энда, верстка вот это все, и бэк-энда, потому что в мобилке есть локальная база данных, у них есть как-то распределенная, как-то… на мобилках можно построить обмен данными, синхронизацию, например, просто чисто на мобилках, без бэк-эндов вообще. Можно, да, да. То есть я говорю, что это у фронт-эндеров точно так же, у них там какой-то local storage есть. То есть это не… если там какой-то разработчик, он фронт-эндер либо мобильщик, это не препятствие. Вот, но просто да, так уж сложилось, что бэк-эндерам как-то проще становиться. И вообще на самом деле у мобилок есть много вещей, которые сильно сложнее даются бэк-эндерам, То есть разные устройства, доставка изменений, а этот обновился, тот не обновился. Блин, это же вообще темный лес. Да, 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 да. То есть это же прям действительно сложная история, о которой, допустим, бэк-эндеру… Мы редко с этим сталкиваемся. То есть у мобильщиков, ну или там фронт-эндеров, ну или мобильщиков, solution-архитект, он других solution-архитект, не тот solution-ов, который есть на бэк-энде, а своих. Может быть? Вот я как раз таки… Секунду. Продолжая эту тему, да, и получается, что на фронте может быть свой архитектор, потому что там фронт тоже может быть достаточно сложным. Много модулей, там, не знаю, микрофронт-энды, например, заезжают и так далее. Да, то есть там тоже свой набор технологий. То же самое можно сказать и про мобилки, поэтому получается у нас как бы формируется некий архитектурный комитет либо совет, который в конгломерате пытается решить поставленную задачу. Хорошая философская мысль. Я пока таких еще не встречал. Да, я изначально взял микрофон вообще отреагировать на твой вопрос. И вот буквально здесь где-то обитает Максим Смирнов. Это фронт-энд архитектора Стенькова, который, собственно, строит их зоопарк микрофронтов. И у него куча работы, ему есть чем заняться. Я думаю, среди мобильщиков тоже таких ребят много. У него есть прям доклад про то, чем он занимается. Ну, он называет себя вебкамщицей, правда, потому что он сидит в основном в зумах. Вот. Вы уже, правда, развили мою мысль, то, что в целом, что фронт-энд, что бэкэнд – это отдельные цельные системы, в которых можно строить что угодно. Те же микрофронты могут иметь свою шину, по которой они там общаются между собой. У нас есть всякие сервис-воркеры и все что угодно, и поэтому это тоже как бы система. И там есть что проектировать. Тоже хотел пару слов добавить. Вот интересная мысль про мобилочку. Но есть же еще ML и архитектурные паттерны, но вообще подхода. AI и ML, они очень сильно отличаются и иногда даже противоположно современным архитектурным бэкэнд-паттернам. То есть с видяхами работать и с искусственным интеллектом сильно все не так в бэкэнде. И поэтому здесь тоже может быть какой-то большой простор и конфликт интересов. Это никто не отменяет. Опять же, команда должна быть командой и работать в сотрудничестве. Опять же, ML – это определенный инструмент, который мы так или иначе используем в своих решениях. Поэтому здесь одно другому никак не противоречит. А можешь еще раз раскрыть мысль, в чем конфликт-то? Я что-то не понял. Ну то есть есть новый инструмент, новый подход. Им надо можно, нужно. Если мы говорим о том, что мы идем в дата-сатанизм, идем в ML, идем в видяхи, нам просто нужно учиться этим пользоваться. А где конфликт-то? Да, сейчас объясню. Есть большая компания, допустим, Тинькофф, у нее уже построен и настроенный бэкэнд. Там как-то микросервис или наоборот там монолит что-то работает. Здесь приходит такой вот новый сеньор или там архитект и говорит, что давайте весь ваш бэкэнд убьем нахрен. Его какие-то дебилы делали и нужно делать все на видяхах, все по-другому. Вот так вот в этом конфликт. И будет все сильно лучше. Я это не люблю повторяться, а он точно на своем месте. Кажется, лучше уволить. Ну я понял, да. То есть кажется, что в реальной жизни ситуация будет выглядеть скорее всего немножко иначе. Придут ребята, с которым нужны видеокарты, скажут, а где нам взять, а как нам с этим работать? И тут уже история вот про двух архитекторов, которые должны договориться. Окей. Мы тут очень много про архитектуру поговорили, а на самом деле у нас вот есть еще другие пути развития. И я предлагаю вернуться так по стеку назад и попробовать привести примеры задач, для которых нужны вот эти вот стаф-инженеры, вот, например, те, такие, как ты говорил, которые обучают команду, например, или вот такие, как Денис говорил, которые на самом деле не архитекторы, а что-то на стыке. Давай я начну как раз с вопроса про обучение и соци... А, девушка уже ушла? Ну, все равно будет небольшая отсылочка на этот вопрос. Одна из самых, наверное, полезных задач, которые могли бы попасть с сеньору, который способен так развиваться. Это происходит в растущей компании. То есть, если компания растет, там требуются новые сеньоры, там органично джуны дорастают до медлов, мы как бы, ну, размножаемся делением, типа, что-то типа того. Да, то есть, у нас органично появляются новые команды, в которых требуются они... То есть, и как правило, хочется же, чтобы новая команда, она не может появиться вокруг пустого места, ее не имеет смысла нанимать с рынка с нуля. Она должна появиться вокруг кого-то. Вот этот вокруг кто-то, да, это и может быть тот самый сеньора, о котором мы говорим, в паре с хорошим темледом или с парой, да, а все остальные приходящие уже с рынка впитывают, получают культуру, получают там где-то навыки, где-то поддержку, где-то просто... Ну, вот так оно должно быть, как будто бы. Получается, техлед вместе с темледом формируют команду. Ну, я тоже могу рассказать про примеры вот таких задач для вот став инженер, то есть это такой сеньор плюс плюс. Ну, я такого человека знаю только одного, вот есть дотнет-сообщество, Стас Сидристый, он, например, такие, он как раз работал там, ЦРТ, Центр речивых технологий, там у них что-то типа R&D команды, вот какие задачи они решали. Это, например, разработка собственного драйвера для Монги, ну, потому что стандартный он такой, не то чтобы прям огонь, они сделали свой, им это было критично. Либо там еще какой-то у них был, была задача, они там избавились от там множественной работы сборщика мусора за счет того, что они там закешировали какие-то объекты, ну, а потом просто их, если нужно там создать, они их, ну, пулирование, они их не создавали заново, просто отдавали из пула. То есть тоже вот такая вот была оптимизация. Я уж не помню, для чего это они делали, но там даже по итогу какую-то либу на гитхабе опубликовали. А третья задача то же самое, они разрабатывали систему, ну, как сейчас модные молодежные, сделали ее микросервисной, но эта система, она поставлялась он-премис, то есть на железо заказчика. И они приезжают к некоторым заказчикам и скажут, вот сервер, говорят, ну, а нам надо больше ресурсов. Говорят, а нет, вот, исходились ко мне добыть и установить там вот эту вот систему на этот сервер, потому что другого нету. Ну и вот они придумали тоже там вариант, как, например, несколько микросервисов можно схлопнуть в один процесс, то есть в один монолит там без какого-то переписывания кода. Тоже достаточно такое интересное решение получилось. Ну, вот это все то, чем занимаются такие вот став инженеры. То есть это не архитектура, это вот именно такой, став инженер. То есть они разрабатывают какие-то более, не просто там бизнесовые задачки, а вот какие-то такие более интересные, более там, ну, такие технические задачи, можно сказать, и это требует более высоких скиллов. То есть, например, тоже могу сказать, что у нас есть некоторое такое, ну, как, ну, что-то типа инфраструктурного подразделения в Тинькофф, и там именно в нем работает большая часть, ну, как, если в процентном отношении смотреть относительно других направлений, а там больше всего сеньоров работает. То есть, такая работа, она требует больше скиллов, чем просто там делаем каких-то опишек, которые там джессоны перекладывают между там базой и кавкой. То есть, получается, если я хочу стать именно став, ну, типа, сеньор плюс-плюс, там, став инженером, то я должен идти в инфраструктуру и это зарабатывать для Монгри. А если я буду решать бизнес-задачи, то тут пиши пропало. Ну, да, то есть, если нужно искать, во-первых, компанию, которая, есть такие задачи, ну, и, во-вторых, да, такие задачи нужно решать. Потому что, если там разработчик работает там сколько-то времени и он там перекладывает джессоны, ну, стать не каким-то там став разработчиком, не реально, то есть, прокачать свои скиллы, ну, там, не номинально, то есть, получить галочку в компании, ну, не получится. У нас уже были такие достаточно, ну, есть кейсы, когда люди хотят вот перейти там вот на эту ступеньку такого вот, став инженера-архитектора, им отказывают. Почему? Потому что он последние несколько лет занимался, ну, вот чем-то таким, ничем особенным. Да, он прекрасный разработчик, он сеньор, он там прекрасно справляется со своими обязанностями, ну, вот следующую ступеньку ему давать просто не за что. Мне тут кажется, что тягу к знаниям, если она есть у человека, человек хочет учиться и развиваться, не остановит ничего. Он может поменять работу, он может завести себе кучу педпроектов и осваивать новую стек-технологию, решать какие-то интересные технические или бизнесовые задачи, не знаю, может контрибьютить в open source, либо сделать свой open source какой-то проект, и, как бы, для признания его достижения будет то, что, то, что он выложит в open source, этим будут пользоваться. поэтому желание учиться, желание развиваться, это, наверное, самое главное, что может быть. Все остальное при определенных усилиях, ну, оно достигается. Ну, у меня есть, на самом деле, стойкое ощущение, что идти к ребятам из суровой инфры и платформы, ну, не всегда обязательно, ну, то есть, ну, да, ты перекладываешь JSON, да, количество JSON, которые ты перекладываешь, однажды зашкалило, и тебе потребовалось облегчить свою жизнь. И еще, да, 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 еще десятку таких человек, ну, как бы, why not? Опять же, если компания растущая, если новое направление или еще что-то, может потребоваться та инфраструктура, которой компания еще не располагает на данный момент. Это как раз вот отсылочки к тому, как начинался ML, к тому, как, куда сейчас идет, там, типа, все эти истории с импортозамещением, пойди научись работать с новыми с КЗИС, с шифрованием, и погнали, погнали, погнали. Не везде. Сейчас есть этот навык, но много где он сейчас потребуется. то есть, как бы, поэтому было бы желание, как будто бы. Можно тут еще тоже вброшу. Про бизнесовые фичи все-таки хочется позащищать разработчиков, которые бизнесовые фичи делают тоже. Что если человек делает какие-то реально сложные продуктовые проекты, где он перекладывает джессоны, что-то там со смежниками, может быть, с партнерами взаимодействуют и делают, это все классно, и компания при этом зарабатывает огромные деньги. Может ли такой человек превратиться, вот как раз, став инженера и получать большую зарплату, ведь, идя к началу разговора, мы поняли, да, что есть линейка достигаторства и вот признание. И здесь, на самом деле, ты учишься, выкладываешь в Upensource, все классно, ты саппортир Монго Драйвера, да, вот, а есть зарплата? Если ты саппортишь Монго Драйвера, Upensource зарплата не повышается. Я думаю, что это зависит от компании в первую очередь. Ну, то есть, вообще тоже странный, странный же разговор, вы сейчас требуете от меня перекладывать джессоны, но, вообще-то, я могу это, это и это. Я в рынке стою столько. Давайте разговаривать. Ну, как будто бы это максимально честный разговор. Да, у тебя есть суперпушка, да, ты лупишь из нее по воробьям, ну, кто здесь дурак? Кажется, не разработчик. Когда же сонов стало слишком много, надо перекладывать протобуфы уже, да? Я хотел сказать, что вот мы у себя, вот, которые выросли из вот, обычного сейнерства, да, как отделяем их от тех, кто перерос это дело. Мы считаем, что они должны решать, мы называем это нёх, расшифровывается это матерными словами, вот, ну, в общем, неизведанная разная субстанция, вот. И, вот, человек может вот этот самый нёх решать разными, то есть, он может саппортить лонгодрайвер, это, ну, сложное там, не каждый сможет. Какие-то вещи могут решаться в первый раз, например. Там, да, даже вот, не знаю, в андроид-разработке там надо вот, не знаю, нам есть такая штука споттера, да, не влазит в память просто, не влазит. А вот текущая эта должна влазить, вот, надо решить проблему. В смысле, не решать проблему, нет варианта. Вот, и, собственно говоря, сеньер, который хочет выделиться из сеньеров, может начать эффективно решать вот этот самый нюх, и компания, вроде как, обычно признает, если он его эффективно решает, то компания признает за ним вот эту вот экспертность, и это влияет на зарплату тоже в том числе. Даже вот классика пойди туда, не зная куда, найди то, не зная что, если невкусно выплюнь и так далее. Спасибо. Вот, порассуждайте, пожалуйста, над двумя такими критериями. первое, вот с точки зрения бизнеса, если у компании в тикетнице слишком много тикетов типа баг, их сильно больше, чем тикетов типа таск и фича, то, наверное, этой компании следует задуматься о нескольких позициях сеньора, ну, даже не сеньора, а систем архитекта. Ну, и второй момент, который тоже очень важен, если проект, ну, если это монолит, не монолит, но неважно, то есть клон репы не помещается в голову одного конкретного программиста, то есть приходит программист, пускай даже инсеньор, клонирует репозиторий и понимает, что он процентов 70 код, даже не знает, что там происходит. Здесь тоже нужно задуматься об архитектуре. Такой компании нужно задуматься об управлении качеством. Не, ну, то тоже вариант, но, как бы, если говорить про баги, то, как бы, управление качеством, а уже потом сеньористость. Здравствуйте, меня зовут Салахуддинов Дмитрий, я стафф-инженер из Бермаркета. И вот на примере работ своих коллег, таких же стаффов, хочу несколько примеров привести работы, которые мои коллеги делают, и я в том числе. Вот первая тема, значит, продуктовые инициативы. Мы вкратце затронули, но вот хочу пример привести. Допустим, компания Сбермаркет раньше доставляла продукты, ну, или другие товары только своими силами. И прилетает продуктовая инициатива сделать возможность гибридной доставки, а тогда ритейлер может сам привести. И вроде как бы формулировка-то от бизнеса в двух словах, а под капотом офигеть какая большая задача. Потому что она начинает с витрины, где пользователи работают, и переходят в операционный отдел. И в целом затащить такую большую продуктовую инициативу или хотя бы переложить ее на технику, но вот продуктовый, так скажем, вариант адаптировать в технический, это большая работа, сложная. и сеньорным разработчикам подчас недостижимая, просто потому, что у них поставки, сроки, и им в общем, у них просто нет времени там что-то проектировать. Другой вариант работы, решение проблем бизнеса. Вот такая, казалось бы, несложная проблема, тоже опять в продуктовой формулировке пакеты. В общем, история какая? В сбермаркете, когда вы делаете заказ, вам его упаковывают в пакеты, за пакеты никто деньги не берет. Но появляется другой ритейлер, который вообще-то за пакеты денежки хочет брать, потому что пакеты денег стоят. И у пользователя в таком случае негативный продуктовый опт, а это соответственно негативно влияет на GMV, на метрики компании, короче, на бизнес. И вроде как бы все просто, давайте что-нибудь с пакетами порешаем. Но в процессе решения такой задачи очень много подводных камней. Например, мы чарджем там, не знаю, за 4 пакета деньги у клиента, который на 1000 рублей заказал. И он может быть этим недоволен, а может у него это вообще последняя 1000 рублей. Он, например, не знаю, с карточки деньги сняли, у него это последние деньги. В общем, и все сложно. Возвращать там две недели пройдет. Ну и вот такой специфический кейс, я, наверное, так сознательно утрирую и усложняю, но тем не менее, казалось бы, там какая-то такая незначительная вещь, которая в техническом плане прорастает на много команд, на много отделов, и нужен человек, который ее проработает. Другой пример работы стафа подготовка к сезону. Ну, например, у нас в ЕКОМе сезон там Черная пятница, Новый год, какие-то майские праздники и все такое, и системы должны быть к этому готовы. Так вот, стаф-инженер может, так сказать, проактивно по-ресерчить, найти слабые места в системе, указать на них продуктовым командам или руководству, инжиниринг-менеджерам, и, в общем, задрайвить эту инициативу, так скажем, проактивно подготовить систему к сезону, как вариант работы прекрасная. Дальше говорили вот про сложные технические задачи, но, по крайней мере, в Сбермаркете они у нас ассоциируются с развитием платформы, это когда один офигенно скилловый человек прорабатывает какие-то платформенные решения, которые в целом влияют на всю разработку. Ну, вот это у меня такие примеры, в общем, из практики, вот этим занимают стаф-инженеры. А можно вопрос про пакеты сразу? Да. А вот, как бы, если посмотреть юнит-экономику, не проще было бедолагам по 4 рубля за пакеты вернуть потом из своей прибыли? И тогда, на самом деле, не работали бы стаф-инженеры дорогущие. Ну, просто мне интересно, как бы, я первое, на что бы смотрел на экономику. Что правильно, но в том числе стаф-инженер может по размышлям и поняв, насколько это будет технически сложно сделать, вернуться и сказать, чуваки, а давайте, короче, лучше денежки посчитаем, может, и дешевле будет, но это же тоже кто-то должен сделать. И вот это его работа. На самом деле, большое спасибо, Дмитрий. Вообще я модератор, но хочу тоже кейсом похожим поделиться, простав инженера. Ну, мы там быстро растем и случайно вначале наняли человека, а потом менеджера. И мы вот такие высадили на новое направление, а там менеджера нет. человек пошел такой, посмотрел метрики, посмотрел, как там уже что-то устроено и нашел 100 миллионов в год и запругал. И вот, пожалуйста, заплату свою точно купил. Я могу рассказать, коллега, спасибо, что поделились опытом. Например, да, вот такие задачи, когда нужно протащить какую-то большую фичу через несколько разных вообще направлений. У нас, например, есть инвестиции и вот Тинькофф бизнес. То есть нужно было как-то их сделать интеграцию. Это вообще два разных направления, в которых разное, ну, все. Вот, да, этой задачей занимался архитектор. То есть вот такая вот, да, вот эта вот потребность есть протаскивать какие-то большие фичи через зону ответственности разных команд, может быть, разных каких-то подразделений, бизнес-лини, как бы оно называлось. Ну, вот у нас такие задачи протаскивают архитекторы. Это вот одна из их задач. Вот. И тоже, вот тоже, там, на чем, мне тоже было бы интересно сейчас порассуждать, а что может разработчик делать, там, оставаясь разработчиком. То есть мы уже поговорили про то, что можно качать не только hard skills, можно качать soft skills, можно прокачивать какую-то свою команду, ее обучением заниматься. Есть онлайн-платформы, они, например, даже предлагают вакансии каких-то вот таких вот part-time преподавателей, где можно там, вот, по-моему, отус там устроиться, там, преподавать там какие-то курсы, даже какие-то денежки получать. Вот. Есть вариант, попробовать посмотреть там какие-то другие стэки, там, если, если это там JVid Sharpist, посмотреть питон, если питонщик, то наоборот что-нибудь статически компилируемое. Можно посмотреть что-нибудь функциональное, можно посмотреть какой-нибудь ML, то есть это, то здесь можно как-то увеличивать там свой технический кругозор, вот, но вместе с тем не уходя вот в разработку каких-нибудь там драйверов для Монги либо собственных пулов потока. то есть это тоже вполне себе вариант. Есть тоже вариант там, как поискать себе какой-то проект с более высокой, как называется, социальной ответственностью. Вот. Я, конечно, понимаю, что в этом мире там все профессии нужны, все профессии важны, в том числе разработчиков Порнхаба, но можно поискать какие-то проекты, которые связаны там со здоровьем, там с каким-нибудь со страхованием, вот что-то такое, что приносит действительно вот какую-то социальную пользу людям. То есть это тоже в том числе способ получить больше удовлетворения от своей работы. Я думаю, что мы сегодня говорим не только о том, что там вот как мне расти после того, как я стал с сеньор-разработчиком, а как продолжать получать некоторые удовлетворения от своей работы и вот какие-то вот такие проекты с высокой, как называется, высокой социальной ответственностью. Это один из способов. Я согласен. Более того, считаю, что во многом вот этот рост сеньор-плюс разработчика, он связан с ростом степени ответственности за какие-то части чего-нибудь и в целом должен как-то органично происходить. Но я тут больше хотел внимание обратить на софт-скиллы, которые, ну поскольку мы тут наверное в большинстве своем сеньорные разработчики, которые хотим расти куда-то дальше, имеем такую возможность, кстати, потому что у нас в айтишке происходит непрерывный какой-то взрывной рост и на самом деле челленджевых задач хватает в любой компании. Так вот, значит касательно софт-скиллов. Первое, вы уже говорили, это менторство, но это значит, что там вот чувак став инженер, на самом деле помимо того, что решает какие-то задачи свои, он всегда занимается тем, что прокачивает коллег вокруг и грубо говоря тянет их всех за собой. Это может быть в разных форматах, там лекции, доклады, семинары, вообще не важно, но такая активность должна быть. И в целом этот человек поддерживает свою команду в решении каких-то сложных задач. А еще, вот был тут вопрос задан, а где нам искать такие челленджевые задачи, чтобы люди, сеньоры, росли дальше? Так вот, на самом деле, став инженеру, не обязательно все делать своими руками, он может декомпозировать задачи до такого уровня, чтобы они были не разжеваны до конца и при этом осуществлять, так скажем, предоставлять возможность роста коллегам. И в каком-то смысле, в общем, это что-то типа лидерства бизнес-административного контроля, ну, я вот за себя говорю про став инженера, оно, в общем-то, банально достигается только лишь тем, когда ты начинаешь помогать коллегам, решать их задачи и больше ответственности на себя брать. Потом, я вот для себя тут выписал, поразмышляв, какие-то ключевые вещи про став инженера и чем они вообще занимаются. И, по моему мнению, они могут заниматься исследованиями, это какие-то прототипы, но в любом случае все исследования базируются на каком-то data-driven подходе, нельзя просто сказать, типа, мне это нравится, мне это не нравится. Вот метрики, на которых я принимаю решение и предлагаю его. Примерно так. Вторая важная вещь это пропаганда. Вообще, став, ну, вот, сеньор плюсный чувак, он, так скажем, некоторый авторитет имеет и влияние на коллег, но авторитет, понятно, оправданный и пользуется, на самом деле, этим влиянием для продвижения своих решений, каких-то технологий, так скажем, на пользу бизнеса. И вот тут я выписал для себя какие-то практические штуки, а что каждый сеньорный чувак может прокачать у себя, чтобы чуть дальше себя развить. Так скажем, точки роста, которые, ну, для некоторых людей будут актуальны. Первая вещь уметь презентовать результат своей работы. На самом деле, ну, звучит банально, но та работа, про которую никто не знает, читайте, не сделана. А значит, ты помимо того, что должен сделать и затащить крутую, там, фичу, не знаю, спасти прот от продакшена в сезон, поняли, да, в сезон и все такое, в общем, ты должен об этом уметь рассказать. И здесь продолжение, на самом деле, любой стаф-инженер должен уметь презентовывать свои мысли и продавать свои идеи. Это может там с каких-то банальных навыков умение презентажку накидать, но формата, если у тебя нет презы, то считай, ты вообще ничего не продашь. Тебя просто туда даже не пустят без нее, чтобы такую возможность получить. Потом, работа стаф-инженера, она во многом связана с большим количеством общения с коллегами. Ну вот представьте, большая продуктовая фича, там на пять команд и нужно со всеми договориться. Со всеми договориться, что мы принимаем технические решения здесь, 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 и она у нас заезжает. И в общем, тут коммуникативные навыки, без них вообще никуда нельзя дальше ехать, их по-любому надо прокачивать, хотя бы до того уровня, чтобы общаться с тобой было не противно. А в идеале до того уровня, что ты после рабочего дня, половина из которых прошла в беседах, приходишь домой и, в общем, не пожираешь свою семью от того, что ты переобщался. Потом важно, на мой взгляд, такая ключевая вещь, отделять то, ну, поскольку вот с ростом там от сеньор плюс и так далее происходит в каком-то смысле увеличение степени влияния, твоего влияния на компанию в технологическом смысле, то тут, на мой взгляд, очень важно уметь отделять то, на что ты на самом деле можешь влиять, от того, на что ты думаешь, на что ты можешь влиять. И в целом, как бы, у тебя всегда есть шанс продать, презентовать, продвинуть какой-то техник, вариант, твой вариант технического решения, в которое ты веришь и в котором уверен и считаешь его правильным. Но в целом, не всегда это получается, и, в общем, если ты свой шанс профукал, то это исключительно твои проблемы как стаффа, и дальше должен включаться типа disagreement, commit, принцип, когда ты в целом, как бы, может быть внутренне не согласен с тем, что что-то делается не так идеалистически, как ты себе нарисовал, но ты переключаешься и дальше продолжаешь просто фигачить. И последнее, что я хочу отметить в работе стафф-инженера, это работа в постоянном режиме ресурсного голодания. В общем, у тебя никогда нет времени для того, чтобы заархитектурить самую архитектурную архитектуру. Ты всегда будешь делать решения, которые далеко не идеальны, даже на твой собственный взгляд. И, в общем, надо уметь балансировать между какими-то техническими ограничениями и текущими потребностями бизнеса. И вот такая гибкость, она тоже для стаффа очень важна. Вот, в общем, это такие практические штуки, над которыми я бы, так скажем, поработал, если бы нашел в себе желание расти от сеньора в стафф-инженера. Фасилитация. Что еще? Фасилитация, говорю. Может, мешочек поставим, садись с нами. Окей. У меня еще одна мысль появилась по поводу того, что ты говорил про, что если я не хочу разрабатывать драйвера для Монги либо собственные пулы потоков, как вариант это иннерсорсинг. То есть разработчик, сеньор, который уже получил достаточно сам по себе хороший опыт, он может его упаковать не только в виде какой-то там передачи знаний своим менее опытным коллегам, он может его упаковать в какой-нибудь там иннерсорс, сделать какую-то внутреннюю либу, а может быть не только внутреннюю, может ее на гитхаб еще опубликовать. То есть это тоже один из вариантов, вот как можно как-то там распространять и масштабировать свой опыт, свою зону влияния. Причем я сюда докину прям вообще очень много, потому что это типа история, за которую я, например, пытаюсь очень сильно топить. Иннерсорс, он как раз таки и строит те самые горизонтальные связи, которые должны быть. То есть это то место, где два человека из разных концов компаний, занимающиеся разными продуктами или один инфрой, другой продуктом, могут встретиться в одном месте и сделать что-то полезное. Вот оно так и на самом деле так и растет. Еще, наверное, хотелось бы попросить участников круглого стола вот такой момент, как бы ваше мнение узнать. То есть когда мы читаем какие-то биографии, вот там Анкл Боба и так далее, он пишет, что вот я 25 лет программировал, 30 лет программировал, а потом создал свою технологическую консультационную компанию и сейчас хожу, условно говоря, меня нанимают, мы приходим, смотрим на код, говорим, здесь ошибки, здесь ошибки, здесь поправить, здесь процессы выстроить и так далее. Вот. Мне это вот очень интересно, вот этот технический консалтинг внутри, скажем, наших компаний, насколько это возможно. То есть, например, выделенный человек, да, это, естественно, ну не сеньор плюс-плюс, да, какой-то вот сеньор, да, который ходит из команды в команду, настраивает процессы, смотрит за кодом, за его качеством, да, дает какие-то консультационные советы и насколько это у нас могло бы прижиться, вот скажем, в наших компаниях. Спасибо. Давай я начну, наверное, вообще подход классный, то есть, это подход работы с экспертами, вообще круто работать с ними изнутри, если у тебя есть внутри эксперт по платформе, по диплою, по доставке обновлений, по мобилке, по композу, по мультиплатформе, надо быть, ну, надо к нему прийти, да, если тебе это нужно, это вполне нормальная история, возводить в, наверное, ну, там, знаешь, в должность заводить отдельного человека, который должен этим заниматься, ну, мне не нравится эта идея, потому что это канализация ответственности, потому что это узкое горлышко, потому что это ограничение, на самом деле, как бы, и причем самое стрёмное в таком ограничении не то, что оно пропускает через себя меньше, то есть я вот хотел задать вопрос, сколько нам нужно став инженеров, чтобы, там, не знаю, держать зоопарк из 900 микросервисов, ну, это так, вот, здесь же та же самая история, сколько нам нужно таких экспертов в разных областях, чтобы, не знаю, сбермаркет обслуживать, да, ну, например, по размерам, кажется, что стрёмно, а еще самое больное, это на самом деле, когда мы такие, о, это ограничение, нам нужно что-то менять, мы снимаем это ограничение, и тогда рушится все, что было следом. Ну, я могу так рассказать как-то у нас, у нас сейчас только запускается некоторая похожая инициатива, вот о чем вы говорили, это не внешняя история, когда мы привлекаем каких-то консультантов, а это вот такое внутреннее ревью, когда человек, ну, либо просто так, там, говорит, что я вот написал сервис, прийти, вот, он его презентует, ну, и там, говорит, обратная связь, вот расскажите мне, что у меня можно улучшить, и, возможно, это же самое будет делаться, когда он, например, проходит аттестацию, либо он хочет там повысить свой грейд, там, на сеньора, например, либо там, на какой-нибудь, вот там, стафф-инженера, чтобы точно так же смотрели, а что он вообще на своем текущем проекте сделал, там, насколько это там, насколько это хорошо. Вот, вот эта история, она вот сейчас только начинает раскачиваться, и вот какого-то там, вот человека, который, там, вот ходил бы по другим, там, командам, по другим, там, может быть, подразделениям, смотрел там, как, что сделано, но пока его еще нет, это растет. Это такая внутренняя история, вот, может быть, там, через годик я расскажу, что из нее получилось. Каких-то внешних историй с тем, что мы привлекали каких-то внешних консультантов, они пришли и рассказали нам что-то классное, ну, я не видел, я работал в одной компании, это еще как, я работал в ЕПАМ, и, ну, как, ЕПАМ, он просто там, разработчиков продает кому-то, вот, мы работали на территории заказчика, и они нанимали себе консалтинг, там, какой-то дорогой европейский консалтинг, но он закончился ничем, то есть, те люди, которые туда пришли в качестве консультантов, к сожалению, я не могу сказать, что вот они были какими-то там, став инженерами, экспертами, кем-то еще, то есть, ну, вот, да, консалтинг прошел, с таким же успехом его можно было не делать, вот, поэтому здесь, как говорится, сильно зависит от, вот, вот этих консультантов, тут, не знаю, тут, видимо, только сарафанное радио работает, ну, вот, вот такие истории, то есть, с привлечением внешних, пока я не знаю, успешных историй, вот внутренняя история пока вот только-только зарождается, пока вот нет опыта, чтобы им поделиться, через годик посмотрим. Я бы тут добавил про внутренние коммуникации, внутренние вот эти истории, очень часто наблюдаю такую картину, что в разных подразделениях, в разных командах есть свои стафф-инженеры, да, которые там специализируются в каких-то областях, они крутые в этих, и за счет этих вот как раз-таки горизонтальных коммуникациях, ребята ходят к другим ребятам, да, для того, чтобы получить какие-то best practices, да, для того, чтобы сделать свою работу лучше, качественнее, быстрее. Я тут хотел добавить то, что я вот к этой истории отношусь немножко осторожно и даже скептически, потому что такие консультанты, вот как ты описал, им не хватает, во-первых, контекста, а во-вторых, ответственности, и ты его к себе условно приглашаешь, он тебе объясняет что-то, при этом он не знает половины твоих деталей, потом ты что-то делаешь, у тебя все плохо, он ушел, он, конечно, молодец, а тебе потом раскребывать, как-то так. Вопрос хотел задать, вот уважаемые люди здесь собрались, вы же руководящие должности имеете и во многом как бы с продуктом на прямой линии, так скажем, с разработчиками, и вот скажите, пожалуйста, а у вас у самих, вот, ну так скажем, как у руководителей высшего звена, вот от таких сеньор-плюсных людей, которые развиваются из сеньоров, какие ожидания вообще, вот что вы от них хотите? Это отличный вопрос на самом деле, спасибо. Это как раз-таки тот человек, который, наверное, приведу аналогию с суперменом, да, он приходит тогда, когда нужен и делает то, что никто другой не может, вот, тут, наверное, больше нечего добавить. Я, наверное, могу сказать, я ожидаю, что он, ну, что я могу делегировать ему значительную зону моей ответственности, вот, это первое. Второе, я ожидаю, что он очень business aligned, то есть, он очень сильно выстроен с бизнесом, и, соответственно, благодаря этому я и могу делегировать ему большую часть своей ответственности, потому что он пойдет и сделает то, что я хочу. Так вот, а теперь мы приходим к самому главному парадоксу. Я без микрофона. В общем, мы здесь говорим про этих людей, как про технических стиловых ребят, которые исключительно за счет своих технических стилов что-то делают. но положа на требование типа я, как руководитель, хотел бы передать, например, часть продуктовой инициативы или вообще какой-то проект этому чуваку на его полномочении. Мы приходим к тому, что на самом деле невозможно двигать ни в те, большие инициативы, не имея менеджер-навы хотя бы простых. И во многом здесь, переходя в статус инженерии, мы не можем на сто процентов сказать, что все менеджер-нет, менеджер-навы как один инструмент от достижения в статусе. Или нет. Очень просто, если мы говорим про ожидание от сеньор-плюс разработчика, от архитектора или еще что-то, в первую очередь это партнер-напарник. Это тот чувак, который я дергаю с места больше, а он бегает быстрее. Вот и все. Если нам нужно в случае, если переводить про менеджмент, я договорюсь. Главное, бегайте быстрее. Совсем не обязательно давать. Кому как. Это же вот про тот самый камень выбора. Еще хотел такую тему задать. Давайте попробуем обсудить, а как вообще нам этот рост людей обеспечить. Ну, потому что иначе проблем вопрос зависает факт. С одной стороны, сеньоры не знают, как расти и на что уравняться. С другой стороны, у нас не во всех компаниях требования. И с третьей стороны, мы не можем только нащупываем инструменты, способы, какими обеспечить рост. Для для начала можно отменить грейды и перформанс ревью. Ну, типа того. Но это не поможет же. Ну, нет, на самом деле, кроме шуток, давай я разверну все-таки мысль. Может он тебе не нужен, может его надо отпустить, может быть ему нужны задачи в другом месте. Зачем у тебя нет задач? Ну, сейчас их нет. Сейчас их нет. Ну, господи, отправь его в отпуск на год, пока задач накопишь, пока баклопно бьется. Ну, какую мы проблему решаем? Сохранение человека отправь в отпуск. За свой? Ну, он же тебе нужен. В смысле дальше что? Ты хочешь сохранить человека, ты его сохранишь. Появятся задачи, он будет их делать. Не появятся, ну, держи дальше или отпусти. Более конструктивное русло. Мы поговорили о том, как это просто будет действовать. Я поговорим о том, что не надо. Не, ну, смотри, ну, как бы, на самом деле же очень просто. Ты говоришь, у меня есть человек, он, и ты понимаешь, что он оверквалифайт на данный момент, для тебя. Ну, кроме тебя, в компании хочется верить, есть еще команды. Ну, как бы, давай спросим у них. Ну, я не поверю, что, ну, то есть, либо действительно компания не того масштаба и не того размера, ты не сохранишь этого человека, ну, нет смысла биться, ты можешь, все, что ты можешь и должен сделать, как хороший руководитель, отпустить человека с чистой совестью, чтобы он с счастливым лицом пошел туда, куда хочет. Добрый день, а можно я включусь в дискуссию, предложу такой вариант. Если вы чувствуете, что у вас есть некая экспертиза, но которая для вас избыточна, может быть, надо шарить эту экспертизу? Может быть, на основе этого человека нужно выстраивать какую-то дополнительную сферу вашего бизнеса, потому что, скорее всего, эту экспертизу на рынке где-то еще нужно, и у вас эта экспертиза есть, и она прижилась, и этот человек у вас уже в наличии. На самом деле, все так мы и нащупываем, что один вариант просто это какая-то чуть большая фрукс на ментор. И, чувак, это круто, расскажи всем, что по ним он тоже умеет. Тут, короче, другой парадокс. Ты его, вот в этом случае, если ты отправляешь менторить, через два года у тебя не один оверквалифай, это 10. Или ни одного. Я бы тут хотел немножко назад вернуться в части грейдов, перформансов и так далее. Вот мы сейчас разговариваем, используем такие термины, как синьо, такие как, не знаю, solution-архитектор, middle и так далее. Но вот смотрите, мы все разговариваем на русском языке, но по сути мы разговариваем на разных языках. И говоря сеньор, каждый из нас в голове представляет себе абсолютно разное. И вот мне кажется, для того, чтобы понять, как расти и выстраивать все эти процессы, нам нужно понять, чего мы хотим и зачем нам это надо. Про то же менторство. Кому-то нравится, кому-то нравится учить, у него классно с софтами, он может передавать эти знания другой, не может этого делать. То есть, соответственно, у него есть офигительная экспертиза, с которой надо что-то делать. Так вот тут уже подключаются другие люди, те же менеджеры, которые позволяют выстроить процесс, чтобы эта экспертиза развивалась, а не затухала. И это именно то, что я имел в виду под отменить грейды, потому что на самом деле от них больше путаницы, чем пользы. И если уж говорить про то, на что стоит обращать внимание, так это навык. И если мы говорим про команду, в которой мы следим за тем, из кого она состоит и какие навыки нам требуются, то и оценивать мы должны навыки в первую очередь. И на самом деле, как будто бы с рынка их тоже можно оценить. Эти ребята умеют менторить, эти ребята умеют в архитектуру. Какая разница, как это называется? Ты знаешь, что тебе нужно, какая работа и сколько, в принципе, она может стоить. Заплати. Такое интересное наблюдение по собеседованию. Вот смотришь, приходит человек, у него там по грейдам сеньор. Общаешься с человеком и понимаешь, что по твоей системе оценок до сеньора далеко. И другая ситуация. Приходит мидр, который сомневается в себе, который абсолютно в себе не уверен, начинаешь с ним общаться. Он-то ого-го какой, клевый. Он позиционирует себя как мидл. Поэтому тут нужно смотреть от того, что нужно тебе в конкретный момент. Потому что нужно бизнесу в конкретный момент времени, команде, исходя из этого уже выстраивать род своих компетенций. Коллеги, я поделюсь своими наблюдениями. Это сугубо личная имха. Я видел только три сценария жизни после сеньора. Первый сценарий это человек качает софт-скиллы и уходит в менеджмент. То есть дрифует в направление, которое коллега сказал. И становится такое что-то между продактом, архитектором, сеньором. То есть фактически занимается менеджментом. В тимлиды уходят, еще куда-то. Второе направление развития, если он такой интроверт, социофоб и не хочет заниматься менеджментом, он пилит какую-то классную фичу, полезную для индустрии и продает ее внутри компании. А дальше ездит по конференциям типа дамп в майке какого-то интересного бренда и делает доклады про эту фичу. Это второе направление. А третье, то же самое, что второе, так он продает эту фичу не внутри компании, а наружу. То есть он уходит из компании, основает собственную компанию и начинает эту фичу продавать от своего имени и уходит в бизнес. Больше я не видел каких-то таких историй. Спасибо. Я бы тут добавил еще четвертую. Дауншифтинг в какую-нибудь другую область. Слушай, а про первый кейс это все-таки Team Lead или это вот как Денис рассказал? Дмитрий, прости. Здесь ситуация зависит от требований компании и в какой компании находится человек. Если это большая компания, если это маленькая компания. то есть от потребности бизнеса. То есть каждая компания называет Team Lead Product Manager Senior Project Manager по сути дела разные профессии и градация зависит от компании. То есть надо вот прям четко выяснить, что человек понимает под словом Senior, Team Lead, Project Manager, Expert, Аналитик. То есть вот прям определение спросить, потому что я вот и когда и собеседовал, и проходил собеседование, понимал, что в голове каждого человека разное понимание профессии. Спасибо. Да, я тоже немножко докинул. Андрей, там тебе привет от другого Андрея Котова. Он ночью ждал тебя на встречу и просил передать привет. Ну это так. А вообще вот столько назвали вариантов, куда развиваться, что там, какая жизнь, но все забыли про самый главный вариант. Ребят, ну уехать в деревню, выращивать картошку, есть такая мысль, что IC-шник, ну индивидуал контрибьютор, то есть квалифицированный инженер, достигает результатов своим трудом, а менеджер, тем ли, достигает результатов трудом своей команды, которую он построил, собрал, побежал и так далее. Вот. И есть такая мысль, что не все проекты можно сделать в одну каску. Вот. И высококвалифицированный инженер, который участвует в проекте, который нельзя сделать в одну каску, так или иначе все равно вынужден качать внутри себя какие-то околоменеджерские или околокоммуникационные скиллы. Даже если он тем лидом не собирается становиться. То есть если он не рулит командой, для проекта, в котором надо сделать что-то делает, он хотя бы им заказать должен это дело. Ну типа, ребята, мне чтобы запустить вот эту запчасть, нужна вот эта запчасть, сделайте мне ее, пожалуйста. Она ваша, это. И надо прокоммуницировать свойства этой запчасти, которую надо сделать. я бы тут еще добавил не только для сеньора, но человек, когда уже начинает решать сеньорские какие-то… Опять же, все зависит от того, что мы воспринимаем сеньором, да? То есть человек, когда уже начинает решать задачи выше среднего, он все равно начинает коммуницировать. Ну как бы мы сейчас… Индустрия такая, что задачи в одну каску сейчас практически не решаются. сейчас без навыка коммуникации в магазин не сходишь, как будто бы, ну то есть… Хотел дополнить… Можно безответственно, да. Хотел дополнить, мало того, что коммуникация с другими командами еще… Ну такой человек с такой степенью влияния всегда обязан держать фокус на договороспособности. Нельзя приходить там, не знаю, с командой, дверь с ноги открывать, сказать, ты делаешь это, ты это, потому что у меня там фича вот с таким GMV. Так вообще нифига не работает. И в общем, мало того, что коммуникативные навыки здесь надо прокачивать, тут надо всегда прокачивать их в том ключе, что ты должен в любом случае уметь договариваться. Это еще зависит на самом деле от того, каким образом устроена компания. Если мы говорим про крепкие горизонтальные связи, построенные на инерсорсе, на каких-то еще подобных вещах. Ну я вот знаю ребят, крутых инженеров, которые не любят разговаривать. Ну не любят, но ты знаешь, там типа его обходят стороной, типа я думал, что он вообще нас всех там типа такими-сякими щекает. Не, он просто в себе. Ну то есть как бы вот. И преодолеть вот эти барьерчики на самом деле не обязательно вот этому парню, который в себе, качать супер софт скиллс. Нет. Ну то есть достаточно тем, кто вокруг него, понять, что за человек рядом с ними находится и как с ним правильно коммуницировать. И это тоже работает. Согласен. Да, мои искажения. В общем, я бы еще под концовочку хотел зафреймить присутствующих здесь вот на такой простой идее. По крайней мере, с моего опыта я знаю очень много крутых инженеров в сбермаркете, став инженеров или даже грейдом выше. И хочу сказать, что все эти люди пришли к своей должности но фактически одним единственным способом. Через достижение каких-то значительных результатов либо в рамках там своих проектов ты не знаю на 200% выложился, а ожидали от тебя 100, либо за счет, ну короче, есть даже такое понятие вот в книге «став инженер» типа «став проект». Значит, тот проект, на котором ты показал, что ты вообще-то «став инженер». И вот сколько бы мы здесь не говорили о том, как развиваться, куда развиваться, как мне компания может помочь, нифига этого не случится, если ты сам не зарядишься, не проявишься, не выложишься на 200% и не затащишь большой проект. Наверное, здесь фокус большой, полезный, проект. Да, 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 ну, разумеется. Слушай, ты знаешь, я за ней я докину, но просто этот тезис такой типа «оказывается для того, чтобы что-то получить, нужно поработать». Ну типа внезапно, как бы «вау». нам по ходу дела надо уже закругляться, время кончилось. Я бы, наверное, чуть-чуть резюмировал то, что мы тут наговорили. Значит, первое, что мы поняли, вообще все эти названия «сеньор», «став», вот это все, короче, они кажутся и правда не нужны. То есть это просто лычки, которые мы себе там приклеиваем, чтобы либо как-то, короче, чтобы либо компании было проще зарплату нам платить, либо чтобы мы себе достижения какие-то, либо и то, и другое. Окей. При этом все равно мы хотим как-то расти, чтобы получать больше зарплаты. И в этом случае есть, ну вот мы нашли три пути нащупали, или два с половиной, тут немножко непонятно. Вот. Совершенно точно можно расти в архитектора. И кажется, что Денис нам достаточно четко рассказал, что для этого нужно делать и что для этого нужно изучать. Можно расти встав инженера. И тут мы тоже достаточно сильно раскрыли тему. Нам помог Дмитрий, Андрей, Гений. Вот. И под занавес кажется, что самая ключевая мысль это то, что и правда все идет от того, какую пользу ты компанией приносишь. Архитектор приносит компании совершенно понятную пользу. Он позволяет запускать те проекты, которые не могут запустить другие. Эти проекты приносят потом там миллионы, миллиарды. Став инженер то же самое. Он позволяет тоже запускать какие-то большие проекты. Либо он позволяет растить людей в компании, в своей группе, в команде. и таким образом мы потом запускаем больше проектов. Так что, кажется, ристика простая. Делаем наиболее полезные вещи, берем больше ответственности и сверху досыпаем софтов и хардов. И желание, самое главное. Аминь. Точно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...